День работника культуры ежегодно отмечается в нашей стране 25 марта. В честь такого события во Дворце культуры Арктика прошло торжественное награждение людей, которые внесли свой вклад в развитие этой сферы. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Бурные аплодисменты и овации – лучшие друзья тех, кто выступает на сцене, и тех, кто непосредственно находится за ее пределами. Люди, которые дарят нам улыбку и поднимают настроение своими мероприятиями – это, конечно же, работники культуры. Один из них – режиссер-постановщик Дворца культуры Арктика Денис Семяшкин. В профессии 20 лет. К тому же Денис – популярный ведущий в округе. Практически ни одно культурное событие в Наридмаре не проходит без его участия. А все началось еще в начальной школе. Со сценой он решил связать потом свою профессиональную деятельность. Занимаемся творчеством, культурой, пишем сценарии, ведем мероприятия, участвуем в спектаклях. Мы работаем, но я думаю, что приносим радость людям. Я искренне на это надеюсь. Галина Дуркина начала свой путь в культуре 40 лет назад. Двигаясь маленькими шажками к большой цели, она смогла организовать множество успешных проектов. Как говорит сама Галина Дуркина, выезжая за пределы округа, она старается подчеркнуть какие-то идеи и адаптировать их. Что-то подсократить, что-то убрать, что-то добавить. И на свет рождается абсолютно новое и самое главное интересное мероприятие, которое не только приносит радость жителям села Тельвиска, но и тем, кто непосредственно приложил руку к его организации. Помните о том, что мы работаем для людей, которые должны у нас понимать, что мы должны быть нужными прежде всего. Просто так, когда на русской войси никогда обдумаем, все взвесим. Есть хорошая пословица, семь раз отмерь, один раз отрежь. И я всегда говорю о том, что помните, да, работник культуры, что вот работа трудная у нас, и поэтому порой не раз нас посетит и грусть, тоска, и жизнь покажется резька. Но это реже, так как все же наш труд по-своему хорош. И заявить мы можем смело, что благородное наше дело, ведь жизнь идет в потоке дней среди людей и для людей. Культурное мероприятие – это не только развлечение для зрителя. Работники культуры выполняют и просветительскую миссию. Почетным званием работника культуры Ненецкого округа наградили Елену Елисееву. Стоит отметить, что она стала первым работником музейного дела, которого удостоили столь высокой награды. Ну, я не знаю, профессия музейщик – это у меня, наверное, основная профессия, единственная. Потому что после института, как я пришла в музей, это было 25 лет назад до сих пор, и я работаю. И я считаю, что музейное дело – это, наверное, все дело всей моей жизни. Более 50 человек сегодня были отмечены почетными грамотами, званиями и благодарственными письмами. Некоторых людей мы привыкли видеть на сцене, а некоторые стоят за кулисами. Другие сохраняют культурное наследие и историю своего народа. Без них невозможно было бы представить культурную жизнь округа такой, какой она является сейчас. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.